Дефекты Если вы приняли нашу концепцию по дефектам на узлах, то для каждого узла есть характерные дефекты этого узла в составе этого оборудования. Именно описанные в виде справочников дают ценность, что можно их проанализировать. То есть какой узел, по какой причине и какой дефект наиболее часто возникает на этом производстве. Я сейчас вот эту схемку не буду долго рассказывать или демонстрировать, как она работает. Есть одна проблема, такая методологическая, скажем так, что с точки зрения вхождения деталей в узлы, узлы в оборудование, оборудование в систему, есть определенная зависимость. То есть отказ, например, узла, здесь написано манжета уплотнения задвижки какой-то. То есть, соответственно, с точки зрения этого уровня компонента, узла, отказ этой прокладки является причиной отказа всей задвижки. В свою очередь, отказ задвижки является причиной отказа от целой системы подачи линии воды. То есть в зависимости от того уровня аналитики, на котором вы находитесь, на уровне системы, оборудования, либо компонентов, у вас причины и последствия, они как бы меняются местами. То есть такое интересное у нас было наблюдение, когда нужно сначала определиться, на каком уровне анализа вы находитесь. Тем, чтобы причину отказа и последствия отказа, они были понятны, что на кого влияет. Опять-таки, говорю, что моя задача, с одной стороны, показать какие-то картинки, с другой стороны, приглашаю вас на наши мощные мероприятия, где мы эти диаграммы рассматриваем до уровня атомов. Параметры дефектов. Опять-таки, как оценить дефект, есть ли бы нет? То есть нужно еще сделать некую шкалу измерения. То есть каждый дефект имеет какую-то измеримую показатель. Толщина, вибрация, температура, либо дискретные какие-то значения, да-нет. То есть эти параметры, они позволяют, собственно, фиксировать этот дефект в момент его проявления. Либо какую-то динамику, связанную с его развитием, посчитать. Опять-таки, все это нужно описать в таблицах, в справочниках и ввести эти данные в некой информационной системе. Собственно, об этом речь в нашем семинаре. Субтитры создавал DimaTorzok